Чего нам хочется больше всего? Кому-то здоровье, кому-то денег, кому-то удовольствие. Но если копнуть поглубже, всем нам просто хочется счастья. И все, что мы делаем, по сути, это способы, как быть счастливым. Но вот интересное свойство – счастье исчезает, как только его достигаешь. А вот Иисус Христос предлагает нам не счастье, а блаженство. Это нечто большее, чем счастье. А что ж такое блаженство и зачем оно нам надо? Давайте послушаем Иисуса Христа. Будем читать Священное Писание. Евангелие от Луки, 14 глава, начиная с 12 стиха. Евангелие от Луки, 14 глава, 12 стих и ниже. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из воздлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих». «Блажен, блажен будешь, когда не смогут воздать тебе, блажен тот, кто будет в Царстве Небесном». Иисус Христос, когда жил здесь на земле, когда Он ходил среди людей, Он выглядел, собственно, как обычный человек. И вместе с учениками они собирались часто на общение, они проводили время в учении, в рассуждении о Слове Божьем. У него не было своего дома, у него не было, собственно, планируемого, прогнозируемого завтра. Он не знал, где он будет завтра обедать, что он будет завтра кушать ученики. Его просто приглашали люди на обед, на ужин. И вот здесь мы тоже читаем случай из жизни Иисуса Христа, который рассказывает, что один из знатных фарисеев, начальник фарисейский, человек очень богатый, очевидно, и влиятельный, этот человек пригласил Иисуса Христа и учеников к себе на ужин. И во время ужина они общались, это была суббота, время было достаточно. И Иисус давал определенные наставления и говорил многие вещи касательно Царства Небесного, и в том числе Он сказал удивительные вещи. И вообще Иисус всегда говорил что-то очень необычное. то, что совершенно не вписывалось в представления людей, которые Его слушали, и, собственно, не вписывается и в наши обыденные представления. Иисус говорит позвавшему Его человеку, который, наверное, не один раз сделал такие богатые угощения, стол накрывал для друзей, и Он говорит к нему, «Ты в следующий раз, когда будешь делать такое пиршество, не зови своих друзей, не зови тех, которые тоже занимают такое же высокое положение, как и ты, а позови нищих, позови убогих, позови хромых, слепых, и ты будешь тогда блаженным». Ну, я не знаю, прислушался ли этот влиятельный человек к словам Иисуса, не уверен, что мы тоже часто внимательно слушаем эти слова и пытаемся их исполнить. Мы больше настроены на то, чтобы приглашать на наши ужины или там торжества какие-то друзей, которые и нас потом пригласят. Иисус говорит, что вы неправильно делаете, так не должно поступать. Почему? А потому что, если хотите быть блаженными, то надо поступать не так, как принято поступать в этом мире. Тогда будете блаженными. Вообще, вот это слово «блаженный», «блаженство» очень часто звучит из уст Иисуса. И, собственно, это слово нам, в общем-то, известно, но слово – это имеет контрастное значение. Это слово, которое имеет два совершенно противоположных смысла. Вообще, есть в нашем языке такие слова, которые воспринимаются неоднозначно или их воспринимать можно совершенно по-разному, в зависимости от контекста. Скажем, если мы используем слово «отошел», можно сказать «отошел» от гнева, пришел в нормальное положение, то есть в хорошем смысле. Можно сказать «отошел» в смысле «умирает», отошел в дом свой, то есть умер, отошел. Совершенно противоположное значение. И все это в одном слове. Или, скажем, редактор просмотрел несколько строк в тексте. Может быть, он просто прочитал их, просмотрел, а может быть, он не заметил и просмотрел. И то, и другое содержится в одном слове. Вот так же и в слове «блаженство», «блаженные». Это слово тоже имеет несколько смыслов. Мы чаще всего подчеркиваем один только смысл, говорим, что это высшая форма счастья, блаженство. Ну и действительно, мы так часто используем это слово, говорим, что «ах, какое блаженство! Вышел куда-нибудь на природу, солнце светит, все хорошо, и блаженство». Но, с другой стороны, это слово часто употребляется употребляется в смысле какого-то не совсем стандартного, не совсем адекватного, не совсем нормального поведения. И говорят, ну вот какой-то он блаженный, какой-то он ненормальный человек. Что-то в нем есть не от мира сего. Вообще, на Руси, в Древней Руси, даже были такие люди, целая категория людей, которые назывались блаженными или юродивыми. То есть, по сути дела, это сумасшедшие, которые вели себя не так, неправильно, не одевались, как все люди, не имели дома, там зимой и летом босиком ходили, могли раздавать все, что у них было, ну, говорить какие-то странные вещи. Вроде бы ненормальные, не вписываются в понимание стандарта. У нас есть такое представление, что все должно быть в норме. Мы ориентируемся на среднестандартный уровень поведения, вот должны быть такие, как все. Это нормально, это стандартно. А вот эти блаженные, они какие-то нестандартные. Они ведут себя иначе. И действительно, когда мы читаем то блаженство, которое описывает Иисус Христос, когда человек блаженный, то мы должны согласиться, что это люди какие-то не совсем правильные, не совсем стандартные. Ну, почитайте пятую главу Евангелия от Матвея. Там у Матвея описаны, кто блаженный. Блаженный человек, он плачет, вместо того, чтобы смеяться. И доволен тем, что он плачет. Ну, это же совершенно ненормально для нас, для нашего понимания. Блаженный человек, его ударили в одну щеку, а он друг другую подставляет. Вместо того, чтобы ответить, он подставляет другую щеку. Блаженный человек отдал в долг кому-то и не требует назад, и говорит, забирай. Если у него отняли верхнюю одежду, он еще снимает рубашку и отдает, на, бери рубашку. Ну, разве это нормально? Это же совершенно ненормальное поведение. Вообще, посмотреть по состоянию блаженного человека. Блаженный человек кроткий, смиренный. Ну, если смотреть по нашим принятым стандартам, которые, кстати, всегда были такие, и в древние времена, и сейчас, то смиренные, тихие, кроткие, они никогда ничего не достигнут. Для того, чтобы чего-то добиться, достичь, надо быть нахальным немножко, надо локтями работать, надо расталкивать всех, а иначе тебя затопчут, иначе все на тебе ездить будут, как говорят. Ну, то есть, быть кротким, смиренным, это быть действительно блаженным, но быть совершенно ненормальным. не так должно быть в нашем обществе. А между тем, Иисус говорит, что именно это блаженство, как неправильное какое-то поведение с точки зрения норм этого мира, это блаженство как раз приводит к высшей форме счастья. Ну, это тоже что-то совершенно странное и непонятное. Христос вообще очень много говорит о блаженстве как о счастье. Кроме того, что Он говорит о блаженстве как о такой нетривиальной, не совсем стандартной форме поведения, Он еще говорит о блаженстве как о счастье. И говорит, что блаженство – это действительно состояние самое лучшее, состояние, которое человек может обладать, может иметь, может получить, может стать тогда, когда попадет в Царство Небесное. Но счастье в нашем обычном представлении выглядит, собственно, совсем иначе и совсем по-другому. Может быть, поэтому люди сегодня не очень стремятся в Царство Небесное, потому что им кажется, что там нет того счастья, которое они думают, что оно есть счастье. Вообще, счастье – это тоже такая очень близкая к блаженству категория, но очень трудноописуемая категория. В словаре пишется, что счастье – это состояние высшего удовлетворения, отсутствия страданий. Когда я слушаю такие представления о счастье, как высшее удовлетворение, отсутствие страданий, безбедность, то мне кажется, что это мертвеца описывают. Вот мертвый действительно уже не имеет никаких страданий, он достиг уже всего, ничего не хочет больше. Живой человек как-то не вписывается в это описание счастья. Ну а если, скажем, расспросить людей просто, что такое счастье, как они представляют себе счастье, может быть, они не скажут такие умные определения, которые дают словари и энциклопедии, но они тоже имеют определенное представление, что такое счастье. Ну и счастье, как правило, представляют себе очень просто. Счастье – это быть здоровым, например. Действительно, счастье. И вот если там у Ивана Ивановича перестала болеть голова, он счастливый. Но это счастье через полчаса проходит. Он уже забыл о том, что он был счастливый. Счастье – это вот обрести то, что очень хочешь. Если там Машенька купила шляпку, она три дня будет счастливой, пока не увидит лучшую шляпку у своей подружки. То есть счастье очень быстро проходит. И счастье, как правило, связано только у нас с удовольствием. И счастье, конечно, может быть очень разное. Каждого свое представление о счастье. Счастье – иметь хорошего близкого человека, иметь семью, иметь детей. Это счастье. Но это то счастье, которое мы или не ценим, или очень быстро не воспринимаем как счастье. Или счастье – побывать на хорошем концерте. Или счастье – побеседовать с хорошим человеком. Но опять-таки все эти характеристики счастья, они очень быстро улетучиваются. И, собственно, они становятся неуловимыми. И счастье невозможно поймать. А что, собственно, делает человек здесь на земле? Он же фактически хочет счастья. Он для чего работает, деньги получает? Для того, чтобы быть счастливым. Зачем ему дом, машина, яхта и все прочее? А чтобы счастливым быть. Но, оказывается, и богатые тоже плачут. И несчастных так же много среди богатых, как и среди бедных. И среди успевающих, и среди неуспевающих одинаковое количество счастливых и несчастных. Знаете, я посмотрел по социологии, есть такой индекс удовлетворенности жизнью. Международная очень большая программа, которая исследует индекс удовлетворенности жизни. Так вот, самые удовлетворенные жизнью люди живут не в Америке, не в Японии, а в Нигерии, где 30% безработных, а там, оказывается, самые удовлетворенные люди живут. А на втором месте – Венесуэла, на третьем – Мексика, а где-то там Америка, Япония, Германия – в середине списка. То есть, оказывается, счастье не зависит от вот этих внешних условий, хотя люди думают, что это так, и вместе с тем они прекрасно понимают, что на самом деле они гоняются за чем-то, что поймать невозможно. Но если говорить о блаженстве, то блаженство по сравнению со счастьем имеет очень серьезную отличительную особенность. Счастье – это то, чем человек думает обладать. А вот блаженство – это то, что обладает человеком. Человек не может обладать блаженством. Человек не может схватить это блаженство, он не может его себе присвоить. Можно владеть и обладать домом, можно здоровьем даже обладать, можно силой обладать. Есть очень много вещей, которыми мы владеем, которыми мы обладаем, которые мы можем иметь. Блаженство иметь нельзя, но блаженство может овладеть мною. Блаженство можно превратиться, можно стать блаженным, но не иметь блаженства. Оно должно иметь меня. Вот только так происходит настоящее блаженство. И в отличие от счастья, которое мимолетно, которое, по сути, недостижимо и пребывает только в тот момент, пока его схватил, и оно тут же улетучивается, в отличие от него блаженство – это внутреннее состояние, которое пребывает в человеке, потому что оно входит в человека. Именно это приносит настоящее блаженство. И тогда человек становится, как мы говорим, блаженный. Вот он смотришь на него, он какой-то блаженный, и глаза у него блаженные, и поведение у него такое блаженное. Потому что не зависит от того, чем он обладает, не зависит от того, что у него есть, а зависит от того, что у него внутри, какое его внутреннее состояние. И это внутреннее состояние, оказывается, может длиться очень долго, в отличие от счастья. Это внутреннее состояние, которое может наполнять человека и давать то, что даже счастье дать не может, а тем более все удовлетворенности, удовольствия, деньги и все остальное, что человек себе рисует, как счастливая жизнь. Оказывается, блаженство больше всего этого. И возникает вопрос, ну а как же, собственно, стать обладателями этого блаженства? И еще раз хочу подчеркнуть, что блаженство можно только получить, но его нельзя схватить, нельзя заставить вот это блаженство быть со мной. Но есть, оказывается, возможность все-таки стать блаженным. Вот Иисус Христос в этом разговоре о блаженстве, который Он вел во время этого ужина, когда кто-то из гостей в ответ на заявление Иисуса Христа, что блаженный человек тот, который приглашает слепых, увечных, хромых, вместо того, чтобы пригласить людей из своего сословия, один из гостей говорит ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Он переводит разговор о блаженстве в эскатологическую такую плоскость, в будущее. В будущем, когда закончится эта жизнь, закончится несчастье, закончится эта погоня за призрачным счастьем, вот тогда человек будет блаженным. Собственно, наверное, этот человек был весьма религиозный, который сказал это, он хорошо знал и Писание, он был, очевидно, тоже из фарисеев, которые были люди очень посвященные. И он, в общем-то, правильно сказал. Иисус не возражает ему, но он переводит разговор в другую плоскость. Он не говорит о том, что да, действительно, там будет очень хорошо, и там будет настоящее блаженство, оно да, будет там. Но он переводит разговор в практическую плоскость и говорит, что один человек сделал большой ужин и звал многих. И он начинает рассказ о том, как, собственно, стать блаженным. Вы хорошо знаете эту историю. Иисус рассказывает историю о богатом человеке, который сделал ужин, позвал тоже таких же богатых, знатных, уважаемых гостей. Но эти гости один за другим стали отказываться. И каждый из них находил причину, ну, конечно, смешную причину. Христос, я думаю, специально показывает вот такие смешные причины, потому что с точки зрения Бога, когда Бог готовит небесный ужин и зовет к себе в царствие свое и предлагает блаженство, люди часто отказываются по совершенно смешным причинам каким-то, по пустяковым обстоятельствам. Эти люди, которых в этой притче зовет хозяин на свой брачный пир, который он устраивает для сына своего, в этой притче тоже люди отказываются по таким незначительным причинам. Один говорит, я купил пять пар валов, иду испытать их. Ну, в другое же время можно пойти испытать. Обязательно разве сейчас идти испытывать? Ну, и все другие приводят, я женился и не могу прийти. Ну, то есть, как бы такие незначительные совершенно причины приводят те, которые были званы. И, собственно, Иисус рассказывает, что на этот пир попадают не те, которые, может быть, достойны, которые вполне заслуженно должны быть на этом пиру, а на этот пир попадают люди с улицы, ну, со стороны. Какие-то слепые, хромые, нищие, увечные. Их зовут, и они приходят на этот пир. И пир наполняется. И таким образом оказывается, что для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном в числе блаженных, надо просто принять, принять приглашение. Много званых, говорит Иисус, но мало избранных. От кого, собственно, зависит избрание, читая эту притчу? Оказывается, от тех, которые согласились или не согласились прийти и таким образом сделали себя неизбранными. Если человек хочет обрести не просто счастье, а блаженство, он должен принять приглашение от Бога. Не оправдываться тем, что, ну, я вот был воспитан в таких условиях, и поэтому нас воспитывали, что Бога нет, мне теперь трудно поверить. Или оправдываться тем, что я такой большой грешник, меня Бог не простит. Ну, или вообще тысячи есть оправданий, я не хочу даже перечислять, докажите мне, что Бог есть, и так далее, и так далее. Люди, как бы, находят для себя очень много причин, по которым они отказываются войти в Царство Божие. А, собственно, тем самым они отказывают себе. Себе отказывают в состоянии блаженства. И блаженство не посещает их. Для того, чтобы быть блаженным в полном смысле этого слова, надо быть причастником Царства Небесного. Потому что только Дух Святой, только Господь, когда поселяется в сердце человека, Он делает человека другим. И вот эта инаковость, которая есть в человеке, она наполняет его и делает его относительно независимым от внешних условий. И даже тогда, когда плохо, когда страдания, по определению, это уже не есть счастье. Но на самом деле, даже в страданиях, оказывается, если человек блаженный, то он может быть и счастливый. Когда его бьют по одной щеке, он может подставить другую щеку, и это, простите, не совсем приятно. Но при этом сохраняется блаженство. То есть, оказывается, блаженство – это то состояние, которое должно быть внутри, и которое не зависит от того, что вот там сложились так обстоятельства, и мне стало хорошо, и я уже получил удовлетворение своим желаниям. А это то, что внутри присутствует в человеке. И оно как раз греет человека, оно делает человека довольным, оно делает человека блаженным в самом высшем смысле этого слова. Но при этом надо обратить внимание, что блаженство проявляется внешне или практикуется это блаженство совершенно в нестандартном поведении. И если человек по-настоящему получил это блаженство, стал блаженным в сердце своем тогда, когда он покаялся перед Богом, когда он обрел Иисуса Христа в свое сердце, когда Господь поселился в нем, то после этого практика его жизни, оказывается, должна измениться. И если не происходит вот этого блаженства во втором смысле слова, как нестандартного поведения, поведение, которое не согласуется, может быть, с привычными нормами мира сего, но согласуется с нормами Царства Небесного, если нет вот такого изменения, то и блаженство не поселилось, значит. То есть для того, чтобы проверить, действительно ли я стал блаженным, достаточно посмотреть, собственно, на мою жизнь, на мое поведение, на мое отношение. Конечно, когда мы читаем вот такие странные очень заявления, что вот когда делаешь угощение, то не зови друзей, а зови нищих, слепых, тех, которые не могут воздать тебе. Ну, нам кажется, что здесь что-то надо перетолковать. И есть, конечно, очень хорошие способы. Богословы разработали очень интересные системы экзегетики, которые могут перетолковать все эти тексты так, что на самом деле все-таки друзей зови, тех, которые тебе соответствуют. Или если написано, что там подстав другую щеку, то на самом деле другую не надо подставлять. Это иносказание, которое на самом деле не имеет никакого отношения к практической жизни. То есть это легко можно истолковать. Мы умеем истолковывать любые тексты так, как нам хочется истолковать. Но если быть честным к тексту и подходить к тексту так, как, собственно, Иисус говорит, и воспринимать это чистое словесное балоко в том плане, как оно сказано, без всякого истолкования, ну или, во всяком случае, истолковывая его с помощью здравого смысла исключительно, то тогда мы вынуждены признать, что человек, обретший блаженство, должен поступать как блаженный. Он должен вести себя не вполне нормально с точки зрения мира сего. Он действительно должен вести себя в соответствии с теми принципами, которые предлагает Иисус Христос. С тем поведением, которое он говорит, то есть обращать внимание на врагов не с ненавистью, а проявлять заботу о них. Хотя это совершенно ненормально для мира сего. Если он делает что-то, то он делает это с любовью, относясь к ближнему, как к самому себе. И это тоже совершенно не вписывается в нормы этого мира. То есть так, как ведет себя человек блаженный, это, в общем-то, кажется неправильным, а на самом деле это единственная правильная линия поведения. Потому что только так человек может обрести то самое желанное высшее счастье, к которому, собственно говоря, он стремится. А если он стремится просто, как сегодня говорят, к простому человеческому счастью, то ни счастья он не будет иметь, ни блаженства он иметь не будет. Стремиться надо именно к блаженству. И тогда человек становится счастливым, и тогда он становится спасенным, тогда он становится обладателем Царства Небесного. И Царство Небесное обладает им. И это то состояние, которое желаем мы всем и себе. Аминь. Помолимся Господу нашему. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, некоторые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.